И вообще, когда получаешь роль такого масштаба, немножко не до смеха, потому что хочется справиться с ней по-настоящему честно до конца, настолько, насколько хватает дарования и погружения в материалы. Вы знаете, что мне приятно рассказать про эту картину, что всегда впечатление о Екатерине Второй, оно слегка со стороны больше интересной ее частной жизни. Все интересуются этим, а тем, что она была большая государственница и, кстати, и большая завоевательница, и Крым, кстати, это Екатерина Вторая, это ее присоединение земель к России. Об этом как-то умалчивается, это вторично. Первые университеты Екатерина, те же самые Дума, это Екатерина, она очень интересная личность. Единственное, чего я не могла понять, это зачем ей власть. Я человек совершенно не стремящийся к власти, не нуждающийся в этом. И мне было трудно представить, ну зачем женщине интересное, молодое такое количество власти. Но когда стало понятно, учитывая, что я погрузилась и стала читать про нее много, я поняла, что у нее не было выбора. Либо она выживает, а выживает она только таким способом, либо она где-то в темнице, в заточении, в монастыре, где-то удалена совсем. И в общем не живет. Но зритель должен знать, что это не историческая хроника, а это домысел, это встреча с Пугачевым, и нет никаких подтверждений, что она была. Как? Это допуск автора сценария, что было бы, если бы. Кто бы что ни говорил, но роль без костюма, она не роль. Костюм для женщины и вообще платье для женщины, это очень важно. Изумительная художница Алла Боден сделала прекрасные костюмы. И ты вдруг ощущаешь такую стать, такую силу, когда у тебя прямая спина, когда ты следишь за тем, как колышется твоя юбка, когда ты... Костюм диктует, диктует походку, диктует поведение. И, конечно, ты чувствуешь себя более женщиной, чем когда ты в джинсах. Хотя это удобно, это комфортно. Все мы современные люди когда-то бежим. Другой ритм и сразу другое самоощущение. Сережа Тылин, замечательный художник. И то, что сделали ребята на площадке, заслуживает уважения. И просто я снимаю шляпу перед тем, как работала группа. Мы снимали в очень сжатые сроки эту картину. И никто из группы не валял дурака. Я не видела людей, там, бессмысленно слоняющихся по площадке. Каждый был занят делом. И каждый делал максимально все, что он мог для этой картины. Меня, вот лично, как артистка, ничто не отвлекало. Я не думала больше ни о чем, кроме как о своей работе. Я точно знала, что все будет в порядке, что я войду в кадр, и все уже готово. И все отрепетировано. И все точно лежит на том месте. Мы одевались довольно быстро. Мы люди ловкие, тренированные. Но костюм той эпохи, он совершенно по-другому застегивался. Конечно, мы делали современные застежки, чтобы они были, чтобы это была не шнуровка, которая бесконечно долго шнуруется. Конечно, все это уже современные технологии. Так что мы не тратили много времени. Ну, чуть больше, потому что это чуть больше нижних юбок, чуть больше деталей, чуть больше всяких мелочей. Но, в общем, не часами. Ну, мы дискутировали до площадки съемочной, естественно, в процессе подготовки. И мы приняли это как данность. Да, Катя Толгонова, режиссер, она много изучала эту тему. И нет, есть записки исторические, есть домыслы, что эта встреча была. То есть есть предположения. Гарантий никаких нет. Порыв ее мне понятен как женщине. И как женщине-иностранке, которая, в общем, не совсем понимала русскую душу до конца, но была намного более русская, чем многие русские, она стремилась понять, она стремилась стать своей. И очень было важно быть своей в России. Она приняла христианство. Она поняла, что вера для этого народа – все. И она хотела, искренне хотела быть своей и быть лучшей. Когда появилась возможность с этим человеком вступить в диалог, потому что он был… Хотя она была в Петербурге, но в Москве. Я понимаю ее, что она могла бы двинуться вполне к нему навстречу, чтобы понять, а что вы хотите? Что я делаю не так? Это, в общем, главный вопрос всей картины. Что я делаю не так? Что бы вы сделали, будучи на моем месте? Ну, ответ вы знаете в фильме. Вы знаете, вот в данном случае, конечно, зритель больше позавидует нам, когда мы снимались в «Большой ржаке». Потому что, когда тебя привозят на озеро Витсу, катают на вертолете, вкусно кормят, вкусно поят, в прекрасной компании замечательных, талантливых людей, вот такой жизни, наверное, можно позавидовать. Но при этом нам еще нужно успевать работать. И вот в «Государыня и разбойник» в этой картине все держалось на текстах, огромных, длинных текстах Екатерины. И там концентрация была невероятной. Все зависит от того, какой материал. Но 12 часов – это наш рабочий день. И тот миф, что артисты спят до обеда – это миф. Артисты встают в 6 утра. И в 7 утра уже на съемочной площадке, на гриме и по 12 часов. Иногда в грязи, иногда на морозе, иногда босиком. Иногда приходится целоваться с нелюбимым партнером и знать, что муж потом дома будет тебя сильно спрашивать об этом. Так что всякое бывает, разное. Но это далеко не самая легкая профессия. Далеко. Субтитры подогнал «Симон» Главное все равно для актера – это роль. Если она есть, если есть материал, то важнее ничего не быть не может. Да, и к нам все были очень бережные. Ничего опасного для жизни не было. Ни один заяц не пострадал. Ну кто же, ну как же, ну что вы, слушайте, ну кто же останется равнодушным к озеру Лица, к Абхазии, к прекрасной стране, к этим краям замечательным, к этой красоте. И даже те, кстати, те недоразумения, которые случаются, технические накладки, лично нам пошли всем на пользу. Потому что наше катание на вертолете было нам в подарок за то, что мы согласились все еще на один дубль со взрывом. Что-то случилось с камерой, оператор не смог, там техническая какая-то была неполадка, не смог снять. И все артисты сказали, что хорошо, мы пойдем на этот подвиг еще раз, но только покатайте нас на вертолете. Это удивительно красиво, когда ты летаешь на дозере Лица. Это красота. Вы знаете, я даже не ставлю вопрос, легче или не легче. Где интересней? Интересней там, где роль. Всегда актеру, всегда интересна роль, всегда интересен материал. Если есть хороший материал, многие артисты согласятся и пойдут работать бесплатно, если есть роль. Хорошая компания – прекрасный плюс. Хорошие партнеры, прекрасный режиссер – это все плюсы, 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 плюсы. А тем более, если тебя выводят куда-то в красоту. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...